Недавно стало известно, что записи бортового журнала Жака Пикара, руководителя экспедиции по изучению Тихого океана были рассекречены. Обнародованные материалы позволили узнать кое-что интересное и вместе с тем пугающее. Впервые информация о Марианской впадине была датирована 1872 годом командой британского корабля Challenger. Члены экипажа производили тогда некоторые замеры в Тихом океане. Глубина Марианской впадины оказалась равной 13 небоскребам Бурджин-Халифа. Это просто поразило ученых. Долгое время специалисты считали, что во впадине никто не может обитать. Однако в 1957 году ученые Советского Союза установили обратное. Эксперты сразу же решили организовать погружение ко дну желобы, то есть на глубину 7 километров и более. В 1960 году французские ученые открыли во время погружения неизвестный ранее вид рыбы, который спокойно выдерживал многотонное давление. Однако не это удивило ученых больше всего. Согласно рассекреченным данным, на глубине 8 километров команда Жака Пикарра заметила нечто проплывающее в 100 метрах от подводной лодки. Объект, похожий на суповую миску, быстро скрылся во мраке. Вы думаете, что на этом все свидетельства необычного закончились? Вот вам факты, от которых просто отмахнуться или промолчать, увы, не получится. Я находился с вечера в море, примерно километрах в 5-6 от берега, сообщил 14 ноября 1998 года рыбак Тони Помака из приморского города Торонте, Адриатика. Около 4 часов утра, когда я выбирал с глубины сети, внезапно увидел идущий из-под воды красный свет. Едва вынув снасть, я поспешил удалиться с этого места, но красный свет двинулся вслед за мной. То поднимаясь к поверхности и рассеиваясь по большей территории, то опускаясь ко дну и превращаясь в багровую звезду. Не помню, как я добрался до берега. Это было жутко, ужасно. Я провалялся в ознобе и судорогах от страха больше двух часов и неделю не выходил в море. Теперь, боюсь отплывать дальше 200 метров от берега. Куба, северо-восточное побережье, 3 августа 1999 год. В 27 милях от берега экипаж Тунцелова Гермес был поражен невероятным зрелищем. В наступивших сумерках сначала впереди, затем справа, слева и сзади судна появились какие-то тревожные световые полосы. Как будто из глубины вспыхнули соединенные вместе прожекторы. Судно с оцепеневшими рыбаками очутилось в светящемся кольце. Происходящее было настолько жутким, мы чувствовали себя такими беспомощными вдали от берега и перед лицом явной опасности, что совершенно растерялись. Молодые парни плакали и молились. Внезапно, совсем рядом из воды со звуком открываемой бутылки шампанского вылетел светящийся каплевидный объект и молниеносно приблизился к судну, зависнув на высоте примерно 50-100 метров. Сделав круг, он снизился метров до 20 и залил нас мягким зеленым светом. Затем также молниеносно сорвался с места и, отлетев на 2-3 кабельтовых, резко ушел под воду. Я радировал на базу и приказал брать курс домой, рассказал капитан рыболова Валентино Пейро. Японский сухогруз водоизмещением 80 тысяч тонн шел курсом на Сан-Франциско. Спустя сутки после выхода из порта приписки ночью произошла странная вещь. От сильного удара судно содрогнулось, приподнялось и вновь встало на ровный киль. Несколько раз, здорово качнувшись с борта на борт, вахтенный офицер объявил тревогу. Однако море было спокойным. Судно продолжало двигаться своим курсом. Трюмок течи не обнаружилось. Зато насмерть перепуганная команда требовала ответа от обескураженного капитана, что заставило подскочить такую махину на воде, как резиновый мячик. Я решил было, что сухогруз налетел на риф или песчаную банку, докладывал капитан команде. Но тут же одумался. В этом районе океана, где глубина достигает 4-5 километров, ни о каких банках рассуждать невозможно. Собрав команду, я изложил личную и чисто субъективную теорию, что нас подкинул некий огромный всплывающий или резвившийся подводный неопознанный объект. Никакая подводная суперлодка земного происхождения и тем более морское животное не могло бы такое сделать с махиной из 2,5 сантиметровой стали. Матросы рыболовного судна Троза, промышлявшие ловом Палтуса в районе Грота Мара, в 6 милях от берега зафиксировали на радаре большое подводное тело, напоминающее очень длинный язык. Вот как описывают события боцман Пьетру Феррис, 47-летний морской волк. Машины выбирали глубоководный трал, и вдруг в какой-то момент компас сильно заволновался. Тросы натянулись и суд с большой скоростью помчалось кормой вперед. Еще минута другая и мы перевернулись бы, но где-то в глубине тросы лопнули, трал пропал, а судно как пробка закачалось на воде. Произошедшее невозможно поверить, мы все были объяты ужасом. Какой громадный стальной объект, иначе почему волновался компас, лишил рыбаков трала. Подводная лодка, подводная машина пришельцев, ответ на эти вопросы получен не был. Правда, некоторые скептики уверяют, что подобные подводные объекты не что иное, как суперновейшие аппараты шпионы США и России. Однако это маловероятно. Перемещаться под водой со скоростью 100 и более километров в час, утверждают технические эксперты, не может ни один современный земной механизм. Вспоминает Фредерико Ричи, командир судна Федерико Падре. Мы находились в километрах 15 от Педаза, Средиземноморья, когда внезапно в 100-150 метрах прямо по курсу поднялся огромный столб воды. Между тем, море вокруг было совершенно спокойным. Это не могло быть подводным запуском ракеты, поскольку на мониторах радаров никакой подводный объект не появлялся. Попробуйте очутиться в нашем месте, мысленно, конечно, и вы ощутите, какой ужас мы испытали. В 2003 году в США были опубликованы сенсационные результаты исследования Марианской впадины. Научные исследователи погрузили в самом глубоком месте Мирового океана, глубина 11 045 метров, специальный аппарат, беспилотную платформу, снабженная мощными прожекторами, очень чувствительными теле- и видеосистемами, микрофонами. Платформа спускалась на шести стальных тросах дюймового сечения. Сначала техника не давала никакой необычной информации, но через несколько часов после погружения на экранах телемониторов в свете мощных прожекторов стали мелькать силуиды странных больших объектов не менее 12-16 метров. А микрофоны в это время передавали на записывающие устройства резкие звуки, искрежет железо и гелухи и удары по металлу. Равномерные удары. Представляете? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда платформу подняли, так и не опустив ее на дно из-за непонятных помех, препятствующих спуску, то обнаружилось, что мощные стальные конструкции были погнуты, а стальные тросы подпилены. Еще немного, и уникальная платформа навсегда бы осталась в самой глубокой подводной впадине на Земле. Ученые и эксперты от четких комментариев отказались. Зато научно-популярные журналы прокомментировали сенсацию однозначно и единодушно. На невероятной глубине существует кто-то. Этот кто-то разумный, владеющий, по крайней мере, технологиями обработки металлов. В очередной раз появляется один вопрос. Единственным ли хозяином планеты Земля является человек? Возможно, вместе с наземной цивилизацией существует еще одна подводная и гораздо более древняя. Может, это чужие создали в пучинах океанов свои подводные базы, изучают людей, совершают оттуда свои космические путешествия. Как всегда, вопросов больше, чем ответов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ученые всего мира так и не могут дать внятные ответы на эти простые вопросы. Напишите, что вы думаете об этом. Мира вам и процветания. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова